Министерство Крачево-Черкесской Республики по делам национальности, массовым коммуникациям и печати подвело итоги конкурса среди СМИ Республики на лучший авторский материал по профилактике терроризма и экстремизма. На торжественной церемонии награждения журналистов побывала и Фатима Даурова. Конкурс был представлен работами печатных, телевизионных и электронных средств массовой информации Республики. Он проводится ежегодно среди журналистов по различным направлениям. В этот раз отмечаются лучшие авторские материалы, освещающие тему по профилактике экстремизма и терроризма. В непростое время, в 2020 году, в эпоху ковида, нам удалось провести конкурс журналистов. Мы весь год собирали материалы, авторские материалы журналистов нашей Республики по профилактике терроризма и экстремизма. В этом году, что радует нас, количество материалов было в разы больше, чем в прошлого года. И из года в год я надеюсь, что конкурс будет развиваться и охватывать все новые направления в журналистике, в интернет-журналистике. 12 номинаций, три из которых впервые представлены в этом году. В первый раз были отмечены работы телевизионных операторов, внештатных корреспондентов и лучший авторский материал муниципальных СМИ. В номинации «Лучший телевизионный публицистический материал» победу одержала журналист телеканала «Россия-1» Ольга Савенко. Лучшим оператором стал сотрудник телеканала «Архейс-24» Олег Молхожев. Тема, конечно, очень важна. Мы должны об этом рассказывать. И еще я хочу выразить большую благодарность сотрудникам Госгвардии, полиции и Центра противодействия экстремизма. Почему? Потому что я считаю, во многом благодаря им, их работе, мы живем спокойно. Вот мы живем спокойно, воспитываем своих детей, ходим по улице, а они живем у нас спали спокойно. Рискуют зачастую в своей жизни. Им большое спасибо за то, что мы живем в мире. С моей стороны, вот то, что я снимал, мою часть, была сложность в чем? У нас были в кадре оперативные сотрудники, их лица нельзя показывать. И мы приняли такое решение, чтобы не накладывать мозаику на их лица. Мы их художественным отсветили так, что их лиц было не видно. И мы вот именно освещением добивались такого эффекта. Это положительный опыт и интересная работа. В своем выступлении министр отметил, что уровень представленных на конкурс работ из года в год растет. Поэтому жюри, который оценивает качество материалов, прилагает все больше усилий для того, чтобы выбрать самого достойного. Конкурсную комиссию у нас невозможно как-либо отмануть, потому что это все профессионалы своего дела. Это журналисты, эксперты в области журналистики, сотрудники нашего министерства. То есть это очень большой круг людей. Я думаю, где-то 18 человек, я точно сейчас не скажу. Это наша конкурсная комиссия была. 12 победителей республиканского конкурса журналистов были отмечены дипломами и денежными презентами от Министерства Карачаева-Черкесии по делам национальности, массовым коммуникациям и печати. Фатима Даурова, Расул Бердиев, Вести, Карачаева, Черкесия.